Несмотря на поистине болдинскую осень в наших широтах, близкое дыхание холодов уже ощущается. Снизилась продолжительность светового дня. Всё это влияет на жизнь зверей и птиц. Некоторые виды перелётных птиц, такие как ласточки и стрижи, уже покинули наши края, поскольку основным кормом для них являются насекомые. Другие, к примеру водоплавающие, сбиваются в стаи и готовятся к перелёту. У зимующих хозяйственные хлопоты, неугомонные сойки делают запасы на зиму. А вот у боровой дичи, глухаря, тетерева, рябчика, время собирать камни. Сейчас они активно собирают гастролиты, так называемые камешки на дорогах, мелкие камешки, которые нужны им для пищеварения, потому что зимой они питаются в основном грубым кормом. Это почки деревьев, сосновая хвоя. И для того, чтобы переваривать такой грубый корм, им необходимы камешки мелкие. И сейчас повсеместно можно встретить на дорогах, на лесных дорогах, гуляющих по дорогам птиц. Барсуки и медведи активно нагуливают жир, готовятся к зимней спячке. Медведей сейчас можно встретить в полях на кормовых посевах, особенно там, где растёт овёс. У лосей сентябрь-начало октября – период гона. Самцы теряют осторожность. В это время учащаются случаи встречи Сахатова с человеком. Так что водителям необходимо соблюдать на дорогах особую осторожность. В нашем районе есть места особой концентрации ДТП с участием животных. В первую очередь это участок автодороги от моста через Вятску в сторону Белой Холоницы, участок от моста до Салтыков. Вот на этом участке очень много ДТП уже было, даже на моей памяти очень много было случаев ДТП с лосями. Следующий участок – это поворот от Шихова в сторону нового моста на Киров. А ещё можно отметить участок в стороне Вахруши, вот между зяблицами и Вахруши. Там тоже иногда бывают переходы зверей. Ну и ещё иногда были ДТП в районе между осенцами и лагуновыми. Бобры обновляют норы и активно заготавливают корма на зиму. Следы их жизнедеятельности ни с чем не спутаешь. Это деревья, ветки деревьев, как правило это осина. Ива рубят, точнее срезают, сгрызают деревья и складывают их рядом со своей норой под водой. Специалисты отмечают увеличение численности не только белок, но и серых цапель. Эта крупная птица раньше в наших краях встречалась нечасто. Теперь некогда осторожную цаплю можно увидеть даже в черте населённых пунктов. Увеличилась численность зайцев, которые тоже стали выходить к людям. Поступают сообщения и об увеличении численности медведя. Так на одном участке леса с кормовыми полями можно встретить до 10-15 особей. А нынешним летом в соцсетях обсуждали, как Мишка разгромил одну из пасек. Вообще медведь всегда славился своей слабостью к мёду. Само название медведь возникло от производного слова «мёд». Поэтому вообще этот случай довольно рядовой. Медведи в лесистых местностях, там где много пасек, регулярно ежегодно выходят на пасеки и наносят ущерб человодству. Претерпевает изменения и неживая природа. Однако не все они связаны исключительно с сезонностью. Так до небывалых значений упал уровень вятки. Вода отступила настолько, что оголила берега и показала то, что прежде было скрыто от человеческих глаз. Тут же, например, под нами у Слободского памятник природы есть обнажения скальные. Говорят, что даже федерального значения раньше это было не так сильно заметно. А сейчас все вот эти скалы, обнажения там просто на суше появились. И вот сейчас можно, ну такой, можно сказать, уникальная возможность даёт природа посмотреть, что у нас есть на дне вятки. Я вот как-то гулял по берегу вятки от пивзавода и до поворота здесь, до речки, спировки. И там столько всякого вообще лежит интересного. Главное не терять любознательность и оставаться наблюдательными. Внимательному взору открывается много интересного. Именно ему природа готова поверить свои тайны.